Фотография под названием «Объятия» потрясла весь мир. На снимке тигрица обнимает вековую пихту, чтобы отметить дерево своим ароматом. Естественное поведение хищника в дикой природе сперва попало в объектив камеры, а затем на престижный фотоконкурс, в котором участвовало более 49 тысяч работ со всего мира. Победителя объявляла Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. С большим удовольствием могу объявить фотографа года. Поздравляю тебя, Сергей. Спасибо всем тем, кто показал нам волшебство природного мира. Фотограф года в дикой природе – крупнейший в мире конкурс, который проводит с 1965 года Британский музей естественной истории. Российский фотограф впервые стал его победителем. Сергей Горшков сделал снимок в заповеднике «Земля леопарда». Люди просто не представляют, насколько тяжело побеждать в этом конкурсе. И я безумно рад, что мой тигр победил номинацию 56-го конкурса «Водлайффотография ОЗЕ». Сфотографировать редкое животное – большая удача, помноженная на опыт и знания специалистов из Национального парка «Земля леопарда». По их совету Сергей Горшков установил камеру с датчиком движения у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. Мы помогаем таким фотографам найти нужное место, нужный ракурс в дикой природе. И мы знаем, где находится животное, где оно может остановиться, где оно может отдыхать. И в таких местах мы устанавливаем наши фотоловушки. А если фотограф хочет вживую снять самую редкую кошку в мире, то для этого на территории заповедника есть фотолобазы. Это маленькие лесные домики, в которых можно автономно поджидать животное в течение недели. С фотоловушкой период ожидания растягивается на месяцы, а то и годы. Я являюсь режиссером и оператором невидимой сцены. В январе 2019 года именно у этой пехты я установил мою первую камеру Никон. И только в ноябре мне удалось снять этого тигра. По мнению автора снимка, существует риск исчезновения амурского тигра. Сергей Горшков называет две главные угрозы – китайская медицина, в которой используют дереваты диких зверей, и вырубка лесов. Британские эксперты отметили, что благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.